Всем привет, дорогие мои подписчики, гости канала! Добро пожаловать! У меня три парфюмерные обновки, и сегодня в этом обзоре мы поговорим о трех новых ароматах у меня в коллекции. Если вам интересна эта тема, оставайтесь на моем канале. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, ставить лайк. Я думаю, вам не трудно, а мне очень приятно. Мы начинаем наш обзор. Итак, аромат, с которого я бы хотела начать сегодняшний обзор, новинка в моей коллекции, это Amouage Love To Be Rose. Как вы видите, это тестер, это 30-миллилитровый остаток во флаконе, который я опять же приобрела у Зои Bonita Parfums. Я уже говорила вам в предыдущих своих видео. Аромат 2018 года относится к коллекции The Secret Garden, и он был выпущен еще при Кристофере Чонге, который, как вы знаете, являлся креативным директором этого бренда. Это какой-то далекий от общепринятых формулировок аромат одного из известнейших брендов нишевой парфюмерии Amouage. Здесь очень высокая 15-процентная концентрация эфирных масел, поэтому аромат звучит очень насыщенно. Вообще, это соблазнительный аромат про теплую сливочную туберозу с гармоничным сочетанием и жасмина, и горденья. То есть, это цветочная композиция с легким гурманским оттенком, потому что на старте слышна деликатная ваниль и крем шантили. Вот вы знаете, как только я открыла этот аромат, я его купила вслепую, потому что я не была знакома с этой композицией, первые нотки помимо туберозы были именно ноты десерта с кремом шантили, потому что в Италии здесь я люблю заказывать в ресторане тортину al chocolate con la crema chantilly. Это шоколадный теплый кекс с кремом шантили. Вот когда ты его разламываешь вилочкой, из этого кекса выливается горячий шоколад, и он смешивается с кремового оттенка кремом шантили. Вот этот аромат, он из этого флакона. Десерт с кремом шантили, вот он здесь присутствует. Помимо цветов здесь также и древесно-мускусная база, которая придает глубину этому букету, полному любви, большому количеству шлейфовых женских нот, которые возрождают какие-то романтические воспоминания. Сам бренд характеризует этот парфюм ароматом о неразделенной любви. Ну, я немного не соглашусь, наверное, с этой формулировкой, потому что для меня этот аромат все же очень такой позитивный. Никакой печали я здесь не чувствую. Это белоцветочная композиция с заметной сладостью, с очень воздушным, светлым характером. Сезон для этого аромата, на мой взгляд, наилучшим образом, я думаю, этот аромат раскроется при солнечной морозной погоде. Думаю, что на лето будет too much. Ну, хотя любители туберозы пользуются такими ароматами и летом, но я думаю, что нужно просто ограничиваться в нанесении, потому что этот аромат своей сладостью, такой небольшой приторностью может надоесть либо вызвать головную боль, потому как он очень стойкий, очень насыщенный, яркий и шлейфовый. Вот для любителей туберозы, love tuberose amouage. Следующий аромат, который тоже новичок у меня в коллекции, наверное, многие уже узнали. Бренд Etalibre d'Orange, аромат называется Jasmine & Cigarette. Jasmine & Cigarette. Вот так выглядит флакон, аромат 2006 года, парфюмер Antoine Mizendée. Итак, как же характеризует бренд этот аромат? Идеально сшитое платье, золотые волосы, алые губы и сигарета. Вот Эльдо рисует роковых женщин с помощью этого аромата. Роковых женщин прошлых времен. Вот представьте себе Марлен Дитрих и Грету Гарбо. Две иконы сексуальности, которые очаровывали мужчин в черно-белом кино со своим глубоким взглядом и сигаретой в руках. Здесь ноты жасмина в этом аромате. Еще молодого, зеленого, столько начинающего распускаться, с цветочками, которые только начинают распускаться. Жасмин подслащен здесь абрикосом, наполнен водными аккордами. Он подходит к базе почти чувственным шепотом. И вот табак, на мой взгляд, это именно зеленый лист табака, древесные ноты мускус представляют в этой композиции мужское вкрапление, которое также характеризует этих двух женщин легендарных личностей. И вот именно женские ноты с маскулинными нотами создают универсальный аромат жасмин и сигарета. Композиция свежая, чувственная, прозрачная. И в то же время в ней есть какая-то дымность. Он очаровывает своими контрастами этот аромат. Я его покупала вслепую, услышала всего лишь несколько обзоров блогеров и вперед. У этого аромата довольно-таки приемлемая цена, очень заманчивое название. Тем более я люблю жасмин. И когда в ароматах доминирует какая-то нота, которую ты любишь, то я думаю, что тяжело ошибиться. И я не ошиблась. Очень оригинальное звучание, конечно же, у этого аромата. Насколько я его успела распробовать, аромат на каждый день. Сидит очень близко к коже, но может похвастаться средней стойкостью. Конечно же, для более полного определения технических характеристик мне нужно влезть в него, по крайней мере, на неделю. Но все же думаю, что мнение может поменяться, но не кардинально. Это не то, чтобы какой-то вау аромат, но очень оригинален, повторяюсь, интересен и красив. Я буквально на днях зашла почитать на фрагрантику комментарии по поводу этого аромата и поняла, насколько они противоречивы. Насколько у людей развита фантазия. Это сравнение этого аромата с какими-то туалетами, носками, усами. Я думаю, что в этом случае просто люди слышат в этом аромате то, что они хотят слышать. Давайте будем думать о красивом, о положительном и не слышать каких-то выдуманных нот в ароматах. Прекрасный аромат, красивый, оригинальный. Стоит иметь в коллекции, если кто-то любит, если вы любите ноту жасмина, потому что звучание на самом деле оригинальное. И последний, третий аромат в нашем обзоре – это BDK. Я приоткрыла немножко коробку, потому что она тяжело вытаскивается. BDK Parfums. Аромат называется Rouge Smoking. Это аромат 2018 года выпуска. Парфюмер Amélie Bourgeois. И коллекция Parisienne. Ну, во-первых, BDK – это французский нишевый бренд, очень молодой. Он был основан в 2016 году Дэвидом Бенедиком. Концепция создания ароматов изначально строилась на моноароматах, то есть ароматах с одной главенствующей нотой. Ну, затем автор бренда поменял концепцию и стал строить ароматы на… Основывать ароматы на каких-то своих личных чувствах и историях. Что-то между… Такое на полпути между реальностью и фантазией. Поэтому ароматы этого бренда все очень разнообразные. От яркого южного до более сдержанного северного. Очень большое внимание бренд уделяет упаковке. И внешней картонной упаковке аромата, и внутреннему флакону. Это все сделано во Франции. Начиная от семейного предприятия в районе Лиман, которое занимается изготовлением коробки, в которой использованы натуральные чернила и вторичная бумага. Обратите внимание, коробка напоминает том энциклопедии. Если все ароматы выстроить в один ряд, то они будут похожи на только что переплетенные тома энциклопедии, где каждая энциклопедия, каждый том описывает содержимое, в данном случае, аромата. Также и флакон. Посмотрите, какой красивый флакон, и насколько красивая жидкость внутри, черешневая. Дело в том, что стеклянный флакон также изготовлен стеклодумом из Нормандии. И использовано уникальное стекло, которое в явной мере характеризует цвет аромата. Видите, насколько красив цвет. И, как вы видите, форма флакона с такими стесанными углами и вот такой крышкой округлой напоминает парижский дворец Гран-Пале. О чем же этот аромат? Бренд описывает его вот таким образом. С наступлением темноты небо затуманивается. В окно проникает красный свет от мельницы. В городе дух праздника. Перед зеркалом она красится и готовится к выходу на сцену. Она подходит к своему гардеробу и выбирает смокинг, который подчеркивает ее фигуру. Это французский гламур. Она прекрасно с ним знакома. Ее богемный стиль и ее энергия оставляют шлейф на улице. Она воплощение пегаля, красивая и таинственная. Вот таким образом парфюмер переносит французский шик и изысканность на язык парфюмерии. С помощью этого вишнево-миндального аккорда, щепотки перца, с помощью мандарина, который разжижает плотность этой композиции, с помощью гелиотропа, который придает пудровости аромату, черной ванили, которая обволакивает своей сладостью. Аромат мощный, интригующий, обволакивающий, как я уже сказала. Красивый вишневый аромат. Я вижу его, конечно же, больше на холодную погоду, хотя когда я его покупала в августе, он привлек мое внимание вот именно своим обволакивающим эффектом на коже. Поэтому можно использовать и летом, я думаю, тоже ограничиваться в нанесении, конечно же, потому что аромат достаточно яркий. Могу сказать, что он не обладает каким-то глубоким раскрытием, звучит довольно-таки монотонно, но аромат красив. Кто любит вишни в парфюмерии, знакомьтесь с этим ароматом, Rouge Smoking. Это, наверное, такая самая явно звучащая вишня у меня в коллекции. Я вижу схожесть этого аромата в небольшом количестве. Они лежат у меня в одной примерно плоскости, с табака-ваниль от Tom Ford. Но чтобы хорошо оценить эту схожесть и различия, мне нужно будет затестить оба аромата одновременно на запястьях. Итак, BDK Rouge Smoking. Ребят, ну вот такие были мои три новых аромата. Каждый раз, когда у меня новинки в парфюмерном гардеробе, это для меня огромное счастье. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео. Оставляйте ваши комментарии, кто уже знаком с этими ароматами, каково ваше мнение о них. Не забывайте, пожалуйста, заглядывать в инфобокс. К каждому аромату я прикреплю ссылку на сайт интернет-магазина Рандево. Переходя по ссылке и приобретая ароматы, вы помогаете моему каналу. Заранее вас благодарю. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока. Всем всего самого хорошего. Чао-чао. Субтитры сделал DimaTorzok